Алексей Лип-Лесс Но большое отличие 7-часовая рабочая неделя без задержек на работе в Нидерландах, социально ориентированное государство с популярностью удалённой работы. Образование дешевле, кратно. Для граждан почти бесплатное, качество его не уступает. Нет расслоения в доходах. Нет жёсткой иерархии в коллективах. Начальники спокойно обедают с рабочими за одним столом. Нет такой преступности и иммиграционной проблемы. Нет такой коррумпированности и бардака в политической системе. Зарплаты по итогу почти такие же, как в США. США – империя, в которой нет демократии. Алексей Лип-Лесс Алексей, отвечу вам пословицей. За морем телушка в полушку, до рубль перевоз. Не всё так идеально, как вы пишете. Соединённые Штаты – экономический лидер мира. И Голландия существует в том числе и потому, что это очень богатая страна. Защищает её. Защищает её демократию. Не буду разбирать. Вы не точно всё это дело определили. И скажу, знаете, что количество лауреатов Нобелевской премии – это такой признак конкуренции в самых современных отраслях, технологиях, науке. Ну, половина – это Соединённые Штаты. Хотя многие, там, в 15-м, в 16-м, в 17-м веке Голландия дарила миру многих и многих учёных. И наука развивалась колоссальными темпами. Что-то изменилось в Голландии, в Нидерландах. Это маленькая страна. Вот сейчас очень популярна эта идея шведского, скандинавского социализма здесь, в Соединённых Штатах. Ну, во многом эта идея базируется на счастливой случайности, когда, значит, обнаружили огромные месторождения нефти, газа. Дополнительный доход – это Путин профукал эти 5 триллионов долларов, которые ему подарила земля, подарила Россия. Вот эти ребята сейчас в Скандинавии, значит, профукивают на свои социалистические идеи, на эту справедливость, равенство. Моей точки зрения – это несправедливо, равенство. Это огромный тормоз развития человечества. И если говорить о том, какие страны тянут человечество, так сказать, вперёд в развитие, а какие назад тянут, ну да, конечно, там и Россия с Путиным, и эти Эмираты. Но ещё и вот такие страны, как Нидерланды, этими социалистическими элементами, отсутствием конкуренции, отсутствием стимулов к развитию страны, человечества, граждан. Ну, длинный этот разговор на самом деле. Не будем углубляться. Это не… Вы ошибаетесь, считая, что Голландия – это оптимальная модель. Сигареты, там, когда везде было запрещено, марихуана была запрещена, вот там были. Это я сам попробовал. Мы с одной приятницей покурили. И потом в магазине, где продавали всякие эти эротические штучки, не могли остановиться, смеялись. Вот такое действие марихуана было. Это есть красивая очень страна. Но далеко не пример для всего остального человечества. Продолжение следует...